Ночь с 10 на 11 октября Ночь с 10 на 11 октября Здесь все просто. Чем дольше находишься на открытой территории, без возможности укрыться от смертоносных осколков снарядов киевской артиллерии, тем больше шансов стать, не дай бог, трехсотым, а то и того хуже. А снаряды, скажем прямо, тут ложатся с завидной регулярностью. Так вот, виталий, генка, я не раздавлю. Смотрите продолжение в следующей части. 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 Тут помимо моторовцев и сомалийцев держат оборону и оплотовцы. Закрепились, скажем прямо, они там серьезно. Крупнокалиберный пулемет «Утес», установленный возле окна, легко простреливает подходы к позиции. Гранд-фобющики в любой момент готовы встретить тяжелую технику. Стрелки тут же готовы отсечь пехоту от техники. Снайперы, сидящие на этажах, также серьезно контролируют все подходы. Снимаем здесь все и возвращаемся на прежнее место. Туда как раз подъехал командир сомалийцев Гиви, уже окрещенный интернет-пользователями железным. Бойцы разгружают из подъехавшей машины боезапас, сигареты и еду. Упоет наш, и тут есть поземные коммуникации, которые он подоставлял в МХАТ, и они лазают оттуда. Так в бою на автоматах они боятся. Боев каких нет. Таких боев только нет, они вылазят, постреляли по разу и текают сразу. Пока они общаются, приходит информация о том, что со стороны поселка Пески в аэропорт пытаются прорваться несколько БМП и микроавтобус-таблетка. Все молниеносно занимают позиции, и уже через несколько минут начинается бой. Хотя назвать это боем тяжело, скорее это выглядело как избиение младенцев. Утес довольно быстро прошил обе БМПшки и поджег таблетки. Одна БМП дымя сбежала, а микроавтобус вместе со второй боевой машиной пехоты так и остались гореть на взлетке. Выезжай, сука! Выезжай! Когда на позицию выходил танк, мы его, получается, стреляли с утеса, с ПТД и стрелял один гранатометчик. Мы, если не ошибаюсь, его подбили или зацепили, то есть он начал только что текать. Он только что уехал, то есть больше мы его не видим, будем ждать еще раз. Подобный расклад, видимо, крайне не понравился ВСУ. Из песок украинские артиллеристы начали поливать территорию аэропорта смертоносными сюрпризами. То и дело, можно было слышать взрывы и наблюдать из окон клубы дыма, окутавшее все вокруг. Так продолжалось почти целый день. А теперь мы будем с дайперов снимать вот такую вот стучку. И вот, около половины шестого вечера, Сержу сообщают, со стороны все тех же песок снова выдвинулась колонна украинской техники. В этот раз, кроме легких БМПшек, на аэропорт шли танк и Урал. Снова полчасовой бой и снова потрепанные киевские военные отходят. На полосе застывает грузовик, разнося дымовую завесу по территории аэропорта. Требезать, я! Поехать, слышу! Хрен на себе! Когда бой уже окончился, выбираемся в относительно спокойный Донецк. Как раз во время очередного артобстрела со стороны позиций ВСУ на территорию аэропорта приехал премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. Вместе с командиром БТГ Сомали Гиви Александр Владимирович прошелся по позициям ополченцев на территории аэропорта и смог понаблюдать, как по нам работала тяжелая дальнобойная артиллерия, несмотря ни на какие договоренности. Куда кидаешься? Куда кидаешься? А ну посмотри, короче, сейчас упадет, скажи мне, нормально или нет. Гамбит, у меня все в дыму, я не вижу! Прилеты были и в сторону точки осмотра, где находился премьер-министр с полевым командиром и военкорами. Свистело и ложилось со всех сторон, так что в целях безопасности пришлось сменить место дислокации, где Гиви продолжил корректировать ответный огонь. Позже Александр Захарченко дал комментарии по поводу всего увиденного на месте. Как обстановка? Как режим тишины? Я могу консультировать следующий факт, что украинская сторона, к сожалению, никаких мирных договоренностей, наверное, не знает. Непрерывный обстрел, продолжаются атаки города Донецка. Сегодня вы на себе это ощутили, да? Ну, я ощутил это на своем городе. И у меня это намного страшнее, чем на себе. Гиви, а ситуации сегодня? У нас тишина. Ну, все, все нормально. Нормальное явление, нормальная работа. В очередной раз мы прекрасно видели, никакого перемирия нет, никакой тишины нет, ничего нет. Она продолжается. Мы воюем, отступать не будем, только вперед. Даже сам главнокомандующий нас посетил сегодня. Мне было очень приятно, и неожиданно, могу сказать, честно. Видите, вот здесь. Ну, он, как всегда, увидел своими все глазами. У него привычка с Шахтерской, когда-то больше осталась. Это хорошая привычка, надеюсь, что она всегда у него будет. Он помнит своих бойцов. Что я могу вам сказать? Ну, а боевые действия именно какие сегодня проводились? Потому что то, что было сегодня, это, конечно... Со стороны украинских властей, со стороны украинской армии была попытка, вы пока заслышали, видели, запустили технику к нам. Из этой техники только один ушел, один только там, к сожалению. Которые пытались вывезти своих людей. Наверное, раненых, двухсотых. Вот и все. Приводилась зачистка. Никого штурма мы не производили. Идет только на подавление огня работаем. И на зачистку работаем. С какой стороны к нам пытались заехать? С стороны поселка Пески. А чем работали по нам? Работали 153 гаубицы. С авушки. Какая дальность у этих орудий? У этих орудий 15 километров. Калибр 152. Эффект мы сами пока заслышали. Плюс работали градами по 10 штучек, выпускали в нашу сторону. Вот в данный момент. У нас потерь нету? Ноль. А с их стороны есть какие-то сведения уже? Да, 37 человек. Это вот за те несколько часов, которые мы наблюдали, да? Да, чисто убитые. А единиц техники? Две единицы техники. И плюс один угол. Все это стало в аэропорту. Ваши ребята сегодня со мной работали. Они показали сожженную технику. Потому что это не пустые слова. Они могут подтвердить.